Всем привет! Меня зовут Альтер. Для тех, кто не знает, мы находимся в парке «Семья». Сегодня мы поговорим о Дне молодежи. Знает ли молодежь, какого числа проходит праздник? Знают ли они, кто приезжает? И кого они хотели бы видеть? Каким они хотели бы видеть этот день? Давайте поспрашиваем. Скорый День молодежи, ты в курсе? Он вроде каждый год разный день. 30-го. 20-го. Мне 30-го вроде. 30-го мая на Майдане. 25-го. Сегодня. 30-го? 30-го, да. Последний субботный день. Каким вы видите День молодежи в Нижнекамске? Ну, там будет весело и много людей. То, что... Не знаю. Какие-нибудь спортивные, наверное, мероприятия. Боркаут, например, да? Да, может, такое. Но главное, чтобы там классный этот тусич был. Тусовка. Тусовка? Да. Огромная музыка там, не знаю, что еще. Ну, в общем, какие-то зоны. Для детей что-нибудь. Такое тоже, чтобы, ну, веселились. Чтобы все учитывалось. Да, да, да. Твой идеальный день молодежи. Каким он должен быть? Проведенный с друзьями. Веселая компания. Яркий. Чтобы выступали наши любимые артисты. Больше, наверное, певцов, которых мы слушаем, например. Всякие интерактивные площадки. То есть ты не просто пришел и послушал кого-то, а там что-нибудь поиграл, попрыгал, побегал. Розыгрыш какой-нибудь прикольный. Круто, круто. Я вообще ничего не могу сказать, потому что все, что я помню на Дне молодежи, это что-то проходило в нефтехимике, вот и все. Ну, чтобы была какая-нибудь отдельная площадка для выступающих с нашего города, например. Есть музыканты талантливые. Отдельная выставка картин, фотографий. Клево, клево. Чтобы люди могли свое творчество проявить. Фотографы. Плохо разбираюсь, что у нас вообще в городе происходит. Еще воркаут. Сделать как бы танцевальный батл. Танцевальная площадка. Да, и танцеры там. Пять на пять там танцы, шманцы. Да, да, да. Это может быть танцы, велоспорт, как у нас здесь что-то проходило уже. Скейтеры или как их там? Да, BMX скейтеров. Мы думаем, что развлекательная программа, приедут звезды, все как всегда. Салют. Салют, да. Что-нибудь такое, может быть, какие-нибудь мероприятия, соревнования, что-нибудь такое. Ну, велопробег будет. Побольше воспитанных людей это в первую очередь, у которых немного другие цели проведения данного мероприятия. Развлечения, наверное. Чтоб окрасочнее было, да. Чтоб не просто концерт был, а чтоб интереснее. Ну да, чтоб не сухо. А что касается того, что вы сказали, ну, как бы, можно больше звезд. Чего хотелось бы тебе внести в этот праздник? Да ничего. Мне мои, да, то, что артисты приезжают, хватит. А какие у вас любимые артисты? Егор Крид. Да. Егор Крид. Егор Крид, я за него. Да-да, давайте за него. Ну кто? Пусть будет Егор Крид. Blackstar. Почему-то приходит в голову. Давайте. Егор Крид, наверное, да еще? Нет. Нет? Не он. Блин, если честно, я слушаю вообще не такую музыку, как все. Поэтому мое мнение никто не поддержит. Ну, какую-нибудь группу молодежную, раз уж этот день молодежи. Например? Что-то современное. О, руки вверх бы нормально было. Руки вверх? Да. Серьезно? Да. Руки вверх. Серьезно? Да. Да. Садись, Люра. Олег Нечипаренко. Я к тебе нету, да вы вообще молодые, ребята. Ну, Zippo можно. Кого? Zippo? Ну. Я бы за Эвен и Грея. Эвен и Грея? Да, башкирский. Ну, это, наверное, рок какие-нибудь исполнители. Что-то более из новой русской волны. Underground что-нибудь. B2, Spleen, Пошлое Моле. Где примерно? Пошлое Моле, кстати, прикольно. Ну, было бы прикольно, да? Да. Я не знаю, как вы слышите. Ну, кого ты слышишь? Я? Да. Я забыла. Допустим, Tripper Ed. Stramaya. Sixi Nanti Kosh. Так, ладно, давай из русских. Из русских? Да. Кого? Корж. Оксимирон. Ну, для молодежи это будет плюс. Может быть. Не знаю. Жак Энтони. Жак Энтони? Да. А ты? Тоже. А ты кого хотел признать? Жак Энтони, да? Нюшу можно. Я задобряю это. Я думаю, что на День молодежи не должны приезжать всякие глюкозы, которые играют в тысячных, а как раз такие типа Пошлое Моле. Что там у нас еще? Ну, что-то новое, да? Да. Ну, кого хочет большинство, я не против. То есть ты считаешь, ну, можно было бы предоставить какой-то выбор, да? Да. Из каких-то артистов? И большинство, за кого проголосуют, то и можно. А ты знаешь, кто приезжает? У-у. Не знаешь? Нет. Буррито. Вроде. Мы в Нижнекамске находимся, нет вообще. В смысле, там по новостям показывали, что Буррито приезжает. Да? Знаешь, что какая-то Мэри Крайнбери? Кто это? Я не знаю. И еще какой-то чувак. Леша Свик, еще кто-то там. Ну, вы знаете их? Ну, да. Мэри Крайнбери. Да, Мэри какая-то. Мэри Крайнбери. Вообще, понятия не имею. Какая сложная фамилия вообще. Вы не знаете, да, их? Нет, в первый раз я так не слышу. Не знаешь? Вы не знаете? Нет. Знаете такого? Знаю. Нет. Мэри Крайнбери. Леша Свик, за это. Это кто? Вы не знаете его? Нет. А, ну ладно, окей. Нет. Не знаешь? Нет. Певцы, как-то бевец. И Мэри Крайнбери, да? Но вы их песни не слышали? Нет. Первый раз слышишь? Нет. А Мэри Крайнбери? Леша Свик, Мэри Крайнбери. Что-то такое. Сложное, короче. Так, я, к сожалению, такое не слушаю. Не знаешь, да, таких? Нет, не знаю. Леша Свик? Да. Это что-то у нас здесь? Нет? Нет. Ты знаешь таких? Да нет, первый раз слышу. Я не знаю, что он исполняет. Нет. А Мэри Крайнбери? Не слышали ни разу? Кого? Мэри Крайнбери. Нет. Не слышал вообще. Да. Я их слушаю. Много. Да? Да. Вы рады? Конечно. Ну да. Очень. Да, не приезжай, я видела только информацию. Ты рада? Ну да, мне нравится у Свика «Дым» песня. Ну, одна из женщин. Да. Да, я очень рада, на самом деле. Интересует их творчество. Да? Да. Я вот не знаю, просто давай напой самую. Нет. Петь я не умею. Я умею танцевать, но песню... Давай танцуем. Нет. Это точно нет. Как вы думаете, лучше советоваться управлением петербургам молодежи с вами? Вот с молодым поколением? Конечно, должна, конечно. Но на этом не делать. Вы сами голосовали, да, как-то? Это же праздник для молодежи делается, поэтому желательно. Да. Да. Нужно. Нужно? Да, конечно. Я считаю, что нужно советоваться администрации с молодежью. Кого они могут, да, нам предложить. Мы сами выберем. Лучше советоваться. Да, чтобы голосование какое-то было, да? Было бы опрос хотя бы, да? То есть лучше вам предоставить какой-то выбор, чтобы вы проголосовали и... Да. Да. Да, конечно, по-любому. Чтобы у вас был выбор. Да? Да. У нас же был даже в один момент вроде типа... А, в прошлом году якобы нам выбор ставили. Кого типа этот... Ну, это чисто Казушина похожа была. Типа Макс Корж там был. Ну, вот Темникова, что такое. Ну, опрос, короче, проходил. Конечно. Ну, да. Это кумиры их, а то придут, но наймы какие-нибудь. Да, мне кажется, их все равно никто слушать не будет. Как бы депутат сам решает. Ну, вот, допустим, вот этих тоже не все знают. Ну, сложно, да? Ну, лучше пусть будет какой-то опрос. Ну, если повлияет, ну, если всерьез еще вас примут, то тогда, может быть, ну, смогут добиться того, чего хотят. Да, скорее всего. Ну, в соцсетях, я думаю, самый оптимальный вариант. Как показал наш опрос, не все в курсе, кто приезжает. Ну, лично, вот, я сам тоже не знал, что это за имена, в общем. Леша Свик и Мари Крэмбери. Крэмбери. Вот, и поэтому мне стало интересно, знает ли молодежь в Нижнекамске о таких именах. Знают, но не все. И многие, ну, в принципе, как и я, считают, что нужно советоваться с молодежью, так как этот праздник делается для них. Я надеюсь, то, что это видео увидят люди, которые организовывают этот праздник, и уже в дальнейшем будут советоваться с пожеланиями, учитывать пожелания молодежи и делать праздник реально для молодежи. Спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, кого хотели бы видеть, и, может быть, в будущем ваши пожелания будут учтены. Всем спасибо, всем пока.